Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Рязанской области и заместитель председателя Совета регионального отделения поискового движения России Алексей Николаевич Царев. Здравствуйте, Алексей Николаевич! Здравствуйте! Сколько участников насчитывает движение «Бессмертный полк» в нашем регионе и какие проекты проводят активисты? Прежде чем говорить о нашем движении, о «Бессмертном полке России», это общероссийско-общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» было организовано по желанию граждан нашей страны в 2015 году. Ее истоки, это движение, родились в 2007 году в Тюмени, когда наш председатель Иванов Геннадий Кириллович, будучи председателем областного совета ветеранов, в 2007 году организовал акцию «Парад победителей», выйдя 9 мая с портретом своего отца, героя фронтовика. Его поддержали горожане, выйдя также с портретами своих героев, участников Великой Отечественной войны, либо дружников тыла. Через два года данная акция уже прошла более чем в 20 субъектах Российской Федерации. В 2011 году похожий парад проходил в Москве на Поклонной горе в Парке Победы под девизом «Герои Победы», где школьники города Москвы вышли с портретами своих героев. А вот в 2019 году уже родилось название данной акции как «Бессмертный полк». Но если говорить вообще об этой акции «Бессмертный полк», то её корни уходят ещё в далёкие советские годы. И в 60-х годах были случаи, когда в день празднования Дня Победы, 9 мая, наши сограждане, школьники выходили с портретами героев Великой Отечественной войны. А в 2015 году в данной акции приняли участие народный артист СССР Василий Семёнович Луновой, народный артист СССР Михаил Ножкин. Они вышли в данную акцию в 2014 году в Москве. А в 2015 году «Бессмертный полк» принял участие наш президент. И в 2015 году было принято решение по воле граждан создать общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России». В 2015 году, в июне месяце, представители более 60 субъектов Российской Федерации собрались в городе Воинской славы и Вязьма, это Смоленская область, где организовали наше движение общероссийское гражданско-патриотическое «Бессмертный полк России». То есть, есть движение «Бессмертный полк России», есть акция. То есть, участники акции – это практически все жители нашей страны. Все, кто хранят, чтят память о своих героях, о фронтовиках, тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны или вернулся с победой. Это труженики тыла, подпольщики, узники концлагерей. Ну, а всех, кто внес свой вклад в Великую Победу над фашистской Германией. Расскажите подробнее об этих мероприятиях. Что это? Концерты, может быть, субботники, когда участники убираются на захоронениях? Во-первых, огромная работа с молодежью. Что это? Открытые уроки в школах. То есть, мы часто ходим, посещаем общеобразовательные учебные заведения в нашем регионе, приуроченные каким-то памятным событиям, датам, где рассказываем молодежи нашей о истории Великой Отечественной войны, о формах увековеченной памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, чтобы сохранить эту память. У нас проводятся поисковые работы, то есть, взаимосвязи с поисковым движением. И наши активисты Бессмертного полка России принимают активное участие в этих поисковых работах. Это как поисковые работы на местах сражений, так и поисковые работы, и разыскные работы в архивах, например. Часто у нас есть такой формат работы, как музейная деятельность. И наши активисты Бессмертного полка России часто проводят экскурсии, так же, как для молодежи города Рязани, вообще для граждан Рязанской области, где также рассказывают о истории Великой Отечественной войны и о формах увековеченной памяти наших героев. Давайте как раз-таки поговорим о поисковом движении с точки зрения того, что вы проводите выездные экспедиции, как вы уже сказали, на поля сражения, в какие-то места, где были самые такие значимые битвы. Смоленск, насколько я знаю, там тоже были в прошлом году. Да, ну вообще поисковая работа, она имеет несколько форм. Вот одно из основных – это, конечно, вахты памяти так называемые, когда именно поисковики в составе своих отрядов выезжают на места сражения Великой Отечественной войны с целью найти незахороненные останки бойцов и командиров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. То есть, по тем или иным причинам, те останки, которые не были захоронены во время войны, территория осталась, допустим, за врагом, и похоронная команда не смогла подойти, забрать тела погибших, похорониться всеми их воинскими почестями, по возможности установить их имя, чтобы сообщить родственникам, что ваш дед, прадед не без вести пропавший, а вот он найден на поле сражения, установить его судьбу окончательную. Потому что огромное количество бойцов, командиров Красной армии, до сих пор числятся без вести пропавшими. Это как раз вот те бойцы, которые погибли, но их не смогли нести с поля боя, похоронить до сих пор в семье, как они считаются без вести пропавшими. Вот наша задача – найти этих бойцов и похорониться всеми воинскими почестями. Расскажите, как удается установить личности? Наверное, по каким-то найденным артефактам? Да, для того, чтобы установить имя бойца или командира, нужны определенные носители информации. Основные носители информации, если их перечислять, это личные документы. Но личные документы, такие как красноармейская книжка, удостоверение личности командира, может быть, комсомольский или партийный билет, они, пролежав многие десятилетия с земли, от них ничего не сохраняется. Есть ещё такой вид документа, как личный опознавательный знак. Всем известный под названием смертный медальон. Это текстолитовый пенальчик капсула, в который вставлялся бланк типографский, куда нужно было заполнить данные. То есть, если такой носитель информации, как смертный медальон при бойце есть, имеется, то по нему можно установить имя героя для того, чтобы найти потом его родственников и сообщить, что ваш родственник не без пропавшей, то есть, он найден на поле боя, чтобы затем его захоронить. Ещё один из носителей информации – это может быть государственная награда. Медаль, либо орден, они имели серийный номер. По этому номеру также можно через Центральный архив Министерства обороны установить имя владельца этой награды. Либо подписная вещь. На примере нашего региона, Рязанской области, я по всем этим трём носителям информации могу конкретные случаи привести. В 2018 году нашим поисковым отрядом, нашими активистами Бессмертного полка России мы выезжали на поисковые работы на территорию Смоленской и Тверской областей. Это граница Смоленской и Тверской области, Холм-Жирковский район и Бельский район. И вот в районе населённого пункта Владимирский тупик осенью 2018 года нами были найдены останки бойца Красной армии, при нём был найден смертный медальон. Работа со смертными медальонами требует определённого навыка и недопущения ошибок, так как если неправильно вскрыть медальон, то последний шанс установить и вернуть имя бойцу будет потерян. Вот нами медальон этот был уже, он скрывался в лабораторных условиях, то есть соблюдением всей техники, необходимой по вскрытию медальонов, нам повезло, в медальоне был бланк, но на первый взгляд он был не заполнен. То есть, когда мы вскрыли медальон, глянули на этот бланк, то никаких надписей видно не было. Первая мысль, что он не заполнен. На самом деле потом приглядевшись оказались отчертания букв и предположение, что медальон всё-таки заполнен. Дальше он нами был передан в лабораторию «Солдатский медальон» в город Москва, где уже в специальных условиях под спектром, различным спектром световым он был прочитан. То есть, медальон оказался заполнен, просто он был заполнен чернилами, которые за десятилетия просто испарились. И на первый взгляд медальон как бы не читаем. На самом деле он прочитался, бойцом оказался Рыбальченко Андрей Фёдорович, 10-го года рождения, уроженец города Актюбинск, это Казахстан. Призывался он в Туркменистане, город Мары, там формировалась 18-я кавалерийская дивизия. А как раз на местах боёв этой 18-й кавалерийской дивизии наш поисковый отряд ведёт работу. Вот имя бойца было установлено, но, к сожалению, родственники до сих пор не найдены. Потому что связь после войны с родственниками была потеряна, то есть, родственники разъехались по многим городам Советского Союза. К сожалению, родственники до сих пор не найдены. Сам боец был похоронен со всеми воинскими почестями на воинском мемориале в Бельском районе Тверской области. Так как мы его нашли именно на территории Бельского района, останки по правилам захоронен в том районе, где они были найдены, где боец погиб. Наш земляк, уроженец Скопинского района Евсенин Никифор Иванович, лейтенант Красной армии, был найден в 21-м году в Керчи и опознан по медали за отвагу. То есть, при бойце было, то есть, при нём не было никаких документов, потому что они не сохранились, не было смертного медальона, но была медаль за отвагу, которым был награждён в 42-м году. По номеру этой медали через Центральный архив Министерства обороны было установлено имя. Найден он был не нашим поисковым отрядом, но когда находят бойцов поискового отряда и имя его устанавливается, то связываются с региональными отделениями того региона, откуда уроженец, боец или командир Красной армии. Вот Евсенин, Никифор Иванович был опознан по медали, и затем его останки были привезены на родину, родственники его были найдены, они изъявили желание, чтобы боец был похоронен там, откуда призывался, где родился. И в итоге его похоронили в городе Скопине на воинском мемориале. Это вот случай, когда бойцу возвращают имя по государственной награде. Ну и есть ещё такой носитель информации, который позволяет надо установить имя героя, это подписная вещь. Так, вот один из примеров. В 2020 году в районе деревни Липки, это Ленинградская область, были найдены останки нашего земляка Михеева Василия Матвеевича. Это краснофлотец отдельного лыжного полка моряков-балтейцев, который погиб в ноябре 1941 года под Ленинградом при попытке прорыва блокады. А вот он был опознан по фляжке. При нём была фляжка его, на которой он полностью подписал свою фамилию, имя, отчество, взвод, роту. И вот именно по этой подписной вещи, сверив все списки воинских подразделений, было установлено, что это именно наш земляк Михеев Василий Матвеевич. Были также найдены его родственники, он уроженец села Перкино, Спасского района Рязанской области. Были найдены его родственники, которые также заявили желание, чтобы герой вернулся на свою малую родину, откуда призывался, откуда ходил на фронт, и чтобы был там похоронен со всеми воинскими почестями. Осенью 1920 года его привёз поисковый отряд ленинградский, которые нашли его на месте сражения. И в октябре 1920 года он был похоронен в селе Перкино со всеми воинскими почестями. Алексей Николаевич, насколько я знаю, во время раскопок вы также находите артефакты. Я имею в виду обмундирование, останки обмундирования, обломки самолётов. Где всё это хранится, и можно ли познакомиться с этими экспонатами? Все привезённые нами артефакты с вахт памяти на основе этих находок нами был организован музей истории Великой Отечественной войны и поискового движения Рязанской области. В данный момент у нас функционирует музейная комната истории Великой Отечественной войны и поискового движения, которая располагается на базе Рязанского патриот-центра. На базе этой комнаты мы проводим экскурсии для учащихся рязанских общеобразовательных школ, для горожан наших. Также у нас часто практикуются выездные выставки. Мы посещаем различные мероприятия. Вот, допустим, недавно, в апреле месяце, в библиотеке Горького проходил пятый межрегиональный форум «Наука побеждать». И вот это уже был пятый форум, ежегодно мы принимаем на нём участие в этом форуме и выставляем свою экспозицию находок, относящихся к истории Великой Отечественной войны, всё то, что было найдено нами на полях сражений. Часто эти экспонаты мы носим на открытые уроки в школы, где также рассказываем о поисковом движении, о работе поисковых отрядов, движении «Бессмертный полк России». Часто дарим эти экспонаты в школы, в их музеи боевой славы. Так что, когда у нас экспонатов достаточное количество, мы проводим такую акцию, как передача экспонатов в учебное заведение. Спасибо, Алексей Николаевич, вам за интересные беседы и за то, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо, что пригласили. В эфире была программа «Градские встречи» и я её ведущая Кристина Бочкарёва. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова